Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях специализированная библиотека номер 15 имени Николая Николаевича Блага города Ульяновска, Алла Михайловна Ефремова. Мы говорим о библиотечных делах и о Чувашском культурном центре согласия, который вы ведете. Правильно я говорю? Правильно. Добрый день. Добрый день. Ну тогда познакомьте нас со своей биографией, с собой. Меня зовут Ефрема Вала Михайловна. Я родилась 27 апреля 1977 года в совхозе Беречевский Ульяновской области Ульяновского района. В Чувашской семье, в семье рабочих. Мой папа Игнатьев Михаил Алексеевич начал работать с детства. В летнее время на колхозные поля они вывозили навоз и также собирали солому и сено. После окончания 10 классов он устроился в животноводство на животноводческую ферму. Заочно работал в Буинском ветеринарном техникуме. Ну а приехали в Беречевку когда? Вы скажите. Они уже женаты были с мамой? Сначала он закончил училище. По направлению распределили в Чувашскую республику, в Цивильский район. И там он работал на товарно-молочной ферме. Тогда каждую неделю нужно было подавать сведения о надоях молока. И вот коровы некоторые давали по 40 литров молока. Давайте, Алла Михайловна, мы слишком не будем углубляться. Давайте поговорим. Вы родились в совходе Беречевский. Они уже там работали, мы с мамой. Я вот как раз с этого и хотела начать. Но это слишком далеко. У нас времени маловато. И в 83-м году они переехали с мамой из Цивильского района Чувашской республики, где он работал на товарно-молочной ферме. Сюда, в Ульянскую область, Ульянский район, совхоз Беречевский. Здесь он устроился зоотехником на ферму. А мама устроилась воспитателем в детский сад. Работала воспитателем. Здесь у нас и брат родился. И ты здесь родилась? Здесь я родилась тоже, да. И потом уже после этого в... Так... Приехали в город, да? В 83-м году уже потом мы переехали в Ульяновск на постоянное место жительства. В школу прошла уже здесь, в Ульяновске? Здесь я еще один год проходила в детский сад, а уже спустя один год я пошла в школу, в 46-ю школу, которая находится недалеко от железнодорожного вокзала. У нас класс был очень дружный, сплоченный. И у нас были самые лучшие учителя. Видимо, вот эта вот доброта как раз нам, детям, и передалась от учителей. Давайте после школы, после 8-го или 9-го класса там. Здесь я проучилась до 1992 года. Я закончила в 92-м году 9-й класс и поступила в Ульяновское высшее педагогическое училище номер 4, которое находится в Заворском районе. Отучившись там 4 года, я получила профессию учителя начальных классов по специальности педагогика и методика начального образования. Затем я заочно поступила, год от работы в школе, я заочно поступила в Ульяновский педагогический университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Успешно его закончила. Какое отделение? Отделение у нас педагогика начального образования. Ну и также квалификация учителя начальных классов. С 96-го года и по 2016 год я проработала в школе. Сначала в 46-й школе, которую я закончила, а потом в 62-й школе учителем начальных классов. И вот 20 лет в школе, и вы резко меняете направление? Да, я резко меняю направление, потому что стало в школе работать очень тяжело. И я решила, что все, хватит. Мои силы истекли. И я решила уйти в библиотеку. Нина Александровна меня пригласила, заведующая у нас Сидорова Нина Александровна, она пригласила в библиотеку. И вот я с 18-го года по нынешний день работаю в библиотеке имени Николая Николаевича Благова. Николай Николаевич Благов, скажем сразу, лауреат Государственной премии ФССР имени Максима Горького. Наш ульяновский поэт, вырос в Чудоклинском районе. Вот библиотека носит. Да, его имя носит. Библиотека... Я вот спрашиваю, что такое современная библиотека? Что такое? Библиотека является не только источником получения информации и пунктом выдачи книг. Это также информационно-образовательный и культурный центр в сегодняшнее время. Библиотека призвана образовывать, информировать, просвещать читателя, приобщать его к чтению книги. Поскольку наша библиотека носит имя Николая Николаевича Благова, то большое внимание, конечно, уделяется продвижению имени этого замечательного поэта. Там и бюстовит Николая Николаевича. У нас в библиотеке мы проводим поэтические часы, медиатеки, также проводим центры чтения. И вот литературный музей Николая Николаевича Благова, который у нас как бы изображает избу, в которой он проживал, превращается в литературную площадку, в Благовскую гостиную, которую встречает на этой площадке профессиональных музыкантов, писателей, поэтов, артистов. И здесь, конечно же, любой может стать участником этой площадки. Еще скажу, что ты руководитель Чувашского центра согласия, Килижи. Что такое Килижи согласия? В каком направлении ведется работа? Что там у вас? Библиотека в силу своих особенностей, доступности и открытости, она также является и центром организации досуга населения. И в нашей библиотеке существует три клуба. Это клуб в кругу друзей, клуб семейного счастья и чувашский клуб Килижу, руководителем которого я и являюсь. Конечно же, здесь люди, когда приходят на мероприятия, они чувствуют себя свободно и непринужденно. Царит такая добрая атмосфера. И в этой доброй атмосфере людям хочется узнать что-то новое. Когда они знакомятся с новыми книгами и журналами, и мы им это преподносим, у них потом появляется желание обмениваться опытом, давать какие-то советы. Находят здесь в клубах единомышленников и друзей. Посещаем очень много мероприятий, не только в нашей библиотеке, но также и выезжаем. Например, мы вот совсем недавно с членами клуба Килижу ездили в средние алгаши на встречу с супермарафонкой Надеждой Сандеркиной. Вот Николай Николаевич Ларионов презентовал там свою новую книгу об ней. О Непеле. О Непеле, да, «Наставление матери». В библиотеке у нас находится еще одна книга, которая называется «Подвиг во имя матери». Мы там презентовали, вот опережая вас, скажу, что вы не сказали, вы презентуете авторов, новые книги презентуете. Да, на этой площадке, на Благовской площадке, которая у нас существует, мы проводим презентации, премьеры, книг, журналов, сборников различных писателей. Встреча с писателями. Не только Благовской премии писателей, но и других, чувашских писателей, краеведов презентуем. Ну, вот так. Ну, тогда о библиотеке скажем два слова. Сколько у вас фонд там, откуда пополняется, сколько чувашских книг? Фонд библиотеки у нас составляет 40 тысяч экземпляров, и ежегодно нам выделяются средства для того, чтобы приобрести новые книги. Ну, чувашской литературы у нас не совсем много по сравнению с 17-й библиотекой, конечно же. Но есть. Люди берут, читают и спрашивают еще, когда будут книги. Тогда вам скажу, вот у вас на самом деле маловато, и вы сказали, я сам там видел, маловато чувашской литературы. А в Чабаксарах, в столице Чувашской республики, чувашское книжное издательство издает очень много книг на чувашском языке, очень интересных. Они не находят покупателей. Они говорят, вот Ульяновская область не выкупает, не покупает. Вот тут надо как-то решить вопрос. Я не знаю, может, с властью или как, с управлением культуры. Я думаю, тем более у вас согласие, Чувашский центр. Да, люди спрашивают. Очень много приходят Чуваши. Я думаю, этот вопрос решить надо. Надо выкупить чувашские книги из Чабаксар. Это хорошая идея, да. Нина Александровна, я обязательно передам. Она пускай посмотрит вот эту передачу и подумает. Да. И вот люди, которые у нас посещают клуб Чувашский килишу, ну, у нас там не только Чуваши ходят. Да, да. И Мордва приходит. И Мордва, и русские. И русские есть, да. И татары были, конечно. Вот сейчас один у нас гармонист татарин умер, конечно же, да. Царство ему небесное. Но очень часто посещал наше мероприятие. Вот. И что они говорят? Приходя сюда в клуб, мы здесь чувствуем себя в своей тарелке. Потому что мы здесь разговариваем на чувашском языке. Мы поем песни на чувашском языке, слушаем их. Потом слышим речь родную. Да, да. Потому что дома, говорят, мы общаемся с внуками на русском языке. И скучают по родному языку. Вот поэтому они и ходят сюда. Это их вина. Внуков надо научить, чтобы они разговаривали на чувашском языке. Вот скучаем. Тут вроде бы их жалеть надо. А вина же их, взрослых. Ну, никак не получится. Как не получится. Вот, например, я хочу выучить чувашский язык. Ну, это... Где-то надо найти учителя, чтобы со мной позанимался. А у нас в районе такого учителя нет. Я имею в виду про детей. Дети они быстро усваивают. Ну, конечно, в возрастном возрасте уже нельзя. Не то, что нельзя. Можно, но трудно. Трудно поддается. Хотя, возможно, я знаю одного человека, русского здесь, в Ульяновске. Русский по предхожению. Жена чувашка. Она из-за уважения, из-за любви к жене выучил чувашский язык. Вот интересно. Он мне писал, то есть я писал ему на русском языке, так как он русский. А он мне пишет в WhatsApp на чувашском языке. Русский. Стремление должно быть. Ну, и участвуем мы, если говоря о клубе, участвуем мы во многих региональных, областных, городских мероприятиях. Вот я сейчас несколько из них зачитаю. Например, вот мы участвуем в организации национального праздника ко дню народного единства. «Мы вместе, мы едино». Это для учащихся 58-й школы имени Курнакова. Также торжественные мероприятия провели, посвященные присвоению средней школы номер 47 имени Ивана Яковлевича Яковлева. В фестивале народов Ульяновской области «Симбиоз» мы участвовали. В областном семинаре «Этнокультурное воспитание в условиях полиязычия» в рамках форума учителей родных языков и литературы средней школы 47 имени Ивана Яковлевича Яковлева. На межрегиональном форуме учителей родного языка и литературы межкультурная коммуникация как фактор укрепления единства народа во дворце творчества учащихся и молодежи. В организации и проведении встречи с главным редактором газеты «Канаж» Еленой Николаевной Мустаевой, поэтом Александром Михайловичем Богатовым, членом литературного объединения «Шевле» Александром Гавриловичем Пишне, урока чувашской поэзии в рамках дня чувашского языка в 47-й школе имени Ивана Яковлевича Яковлева. И другие, да. Но особое хочу сказать, что мы организовываем также и такую программу, как «Играй гармонь». У нас 5 гармонистов, которые активно участвуют в наших мероприятиях, и мы ни одно мероприятие не проводим без гармонии. Они сами звонят, сами спрашивают, когда у нас будет следующее мероприятие, сами хотят, да, потому что им дома сидеть скучно. И вот они звонят и спрашивают, когда будет следующее мероприятие, мы им говорим. Они приходят. Уроки мужества у вас проходят. Ты являешься советом клуба «Подвиг». Что это такое? У нас в 62-й школе есть музей «Подвиг». Вот я являюсь членом совета этого музея. Там замечательные руководители. Это Журавлёва Тамара Ивановна и Лаврова Лилия Алексеевна. Это её дочь у Журавлёва Тамары Ивановны. И они, когда предложили мне стать членом совета в этом музее по работе с общественностью, я не дала им отказа, я согласилась, поскольку у меня дочка учится в этой школе и является членом этого же музея. Дочь у меня поёт патриотические песни, а им это очень хорошо, поскольку музей «Подвиг» – это патриотический музей. Воспитание. Да, музей, значит, как сказать, музей школьников, выпускников, которые погибли, кто в Чеченской войне, кто в Афганской войне. И вот четыре человека, мальчики, которые погибли из нашей школы, проводим мероприятия, такие как урок мужества. То есть вот 17 февраля уже скоро у нас будут уроки мужества, приглашаются я в том числе, член организации «Морское братство», «Боевое братство». Мы пойдём на уроки и будем говорить о том, что такое профессия – Родину защищать. Как раз приуроченные к военно-патриотическому месячнику. На примере этих героев должна воспитываться нынешняя молодёжь. Да, 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 да. Дети, которые являются в Совете музея, они знают очень много стихотворений, очень много песен. Биографии героев. Биографии этих героев, которые погибли, выпускники. И они могут рассказать. А мы добавляем, мы рассказываем об истории, о героической истории того или иного мероприятия. Недавно у нас в клубе «Согласие» Кележу прошел праздник Сурхури, чувашский праздник. Да. Как это прошло? Сурхури. С Сергеем Михайловичем Красновым мы провели этот замечательный чувашский праздник. Праздник, когда начинается день зимнего солнцестояния. И продолжается он до 7 ноября. Две недели длится. На праздник прибыли представители Ульянской областной чувашской национальной культурной автономии. Был председатель Владимир Петрович Бабайкин, а также член боевого братства Владимир Егорович Ярухин и постоянные читатели нашей библиотеки. Прошел очень интересный этот праздник со всеми традициями, которые соблюдались. Вышли сначала на улицу, на улице провели игры этого праздника, а уже потом зашли в библиотеку и провели там мероприятие, продолжили. Продолжили традиции наших чувашских праздников традиционных. Как часто такие праздники? Сургури, Севарни, Масленица? Да, самым любимым праздником у наших клубников является Севарни, Широкая Масленица. То есть мы широко празднуем этот праздник, начиная с понедельника и до воскресенья. Также сжигаем чучело, как обычно выходим на улицу, печем блины, приносим всякие явства, чувашские национальные блюда. Проводим игры, веселимся, танцуем и опять же не обходится праздник без гармонии, без гармонистов. Без гармонии никуда. Назовите вот самых постоянных активных участников. Я вот смотрю, там одни и те же люди присутствуют. Ну, я же не постоянный у вас, в другие времена у вас другие там гости. Постоянными гармонистами у нас являются Ишкиреев Александр Яковлевич, Яковлев Петр Филиппович, Дувалин Алексей Иванович. Иногда к нам заглядывает Ерин Павел, отчество, не помню, да, и Галкин Павел Яковлевич. Но Галкин Павел Яковлевич, он сам на гармонии не играет, поскольку у него травма руки была. Раньше он играл и на гармонии, и на балалайке. Сейчас он играет у нас на ложках. Ему 92 года. И как только суббота, да, как только суббота намечается, он уже звонит в четверг и спрашивает, мероприятие будет, мероприятие будет, вот человек такой вот энергии, нам, наверное, не занимать у него этой энергии. Какие частушки поет, длинные, длинные. Сколько частушек он знает, всяких разных, на разную тематику, и политические, и любовные, и всякие-всякие. Давайте вспомним про краеведческую работу. Вы являетесь членом союза краеведов в Ульяновской области, скажем. Чувашки-краеведов, да? Чувашки-краеведов. Какие мероприятия проводятся у вас? Вы чем заинтересованы сами? Ну, мы, когда приходим на работу, мы сначала подходим к стеллажу, где находится краеведческая литература. Поскольку краеведческую литературу нужно просматривать и изучать. Если не будешь ее изучать, то ты ничего не будешь знать. Поэтому сначала мы изучаем литературу, а потом уже выходим на публику. Краеведческая литература есть у нас как для детей, так и для взрослых. Для детей, вот мы, например, у нас есть такие детские писатели, как Илья Таранов, Ирика Таулин. Вот с этими книгами мы выходим в школы на занятия, проводим мероприятия по этим писателям. А для взрослых, то есть, например, для чувашских клубов, мы приглашаем чувашских краеведов, чувашских писателей, которые рассказывают про свою деятельность, про свои книги, которые они выпустили. И презентуют у нас на Благовской гостиной, на площадке Благовской гостиной. Да, об этом уже мы говорили. Адрес напомните, своей библиотекой, как к вам попасть? Наша библиотека находится в Кендяковке, на проезде Аверьянова, 7. И это недалеко от 47-й школы, если пройти вдоль водоканала, там 3 высоких общежития. И вот в самом последнем, в третьем общежитии, на первом этаже находится наша библиотека. Можно проехать маршрутом 43, он идет прямо до самой нашей библиотеки. А если ехать из центра, то едет маршрут 38-й, 68-й, вот эти маршрутки. Ну, про свои планы, можете скажете. Не про свои личные, про библиотеку. Что вы еще собираетесь, в каком направлении работать? Хотя работа идет обшипно, скажем. Ну, какие планы у нас? Планы у нас, вот поскольку я сейчас вступила, официально стала членом морского братства, мне вручили удостоверение, они совсем недавно, вот в декабре месяце, то мы будем работать, конечно же, предполагается работа совместная и в социально значимых мероприятиях именно вот с морским братством. Это также и уроки мужества, военно-патриотические мероприятия. Тоже воспитание? Воспитание подрастающего поколения на патриотической основе, да. Без этого никак. Вы участвуете в форумах, в конференциях лично, что пишете, готовите, доклады читаете? Да, я участвовала в форумах, например, в 17-й библиотеке при поддержке управления культурой и организации досуга населения. Я участвовала в межведомственном круглом столе, который называется «Родной язык как средство сохранения и трансляции культуры в условиях многонационального региона». И вот на примере чувашского праздника Ищеварни, Масленица, я показала, как можно привлечь людей и больше людей, чтобы сохранять традиции чувашского народа на примере этого праздника. Также еще был тоже межведомственный круглый стол в 17-й библиотеке. Это он уже назывался «Сохраняя родной язык, сохраняем региональную идентичность». И вот в секции там было «Родной язык как средство сохранения и трансляции чувашской культуры, посвященные Международному дню родного языка». Здесь вот я выступила с докладом «Библиотека. Территория сохранения и развития родного языка». Вот тут как раз вот этот вот наш клуб, на котором люди общаются, говорят на родном чувашском языке, поют чувашские песни. Ну и такая непринужденная атмосфера им, конечно же, нравится. Свободное общение, удовольствие. Так, что у вас библиобус есть? Что такое библиобус? Библиобус – это такая программа, при помощи которой мы выезжаем в разные уголки нашего города. Например, мы можем выехать на опытное поле. Там есть люди, которые берут книги. У нас есть транспорт, в транспорте есть книги. И мы выезжаем на опытное поле. В совхоз пригородный мы выезжали. Также мы выезжаем в Плодовый. В совхоз Плодовый, да. И там, конечно же, стоим на улице, читатели подходят. Мы также имеем формуляры. Они берут? Они берут, мы приезжаем, они отдают книги, обменивают их. Вот берут новые. Вот это вот называется библиобус. Это хорошее, скажем, хорошее дело. Хорошее направление. Ну что еще можете сказать? Наша передача доканчивается. Я хочу еще добавить, что у меня есть товарищ, друг, соратник. С большой буквы Александр Михайлович Богатов. Я не могу о нем не сказать. Поскольку знакомство с ним для меня дало очень большие уроки. Только побыстрее. И эти уроки пошли мне на пользу. Мы с ним проводим занятия, мероприятия. И из каждого урока можно вывести какое-то, взять на примету полезное. И визитной карточкой является песня. Я можно исполню? Давайте. Быстро. Песня называется «Любовь согреет и зимой». Один куплет всего лишь я спою. «Любовь согреет и зимой». Еще до утренней зари, минуя Волги берега, спешат на вишние луга. Композитор этой песни. Композитор Нина Играшкина написала музыку. На этом мы заканчиваем. Верните, время подходит к концу. Передачу вел Николай Ларьонов. У нас в гостях была сегодня Алла Михайловна Ефремова. Ларьонов ан вишнитон. Передачу вел Николай Ларьонов. Передачу великолеп. Продолжение следует...